Шамиль Галимов Акция для всех новых пользователей от Винлайн Приветственный фрибет в размере первого депозита до 20 тысяч Наслаждайся боями вместе с Винлайн Итак, базовый боксер Шамиль Галимов против базового бойца ММА Шовхала Чурчаева Видимо, что Шовхал, ну, габаритами-то посерьезнее будет и повыше Руки подлиннее, но в пользу Шамиля его боксерское прошлое Мастер спорта России по боксу Скорее всего, Галимову нужно искать ближние дистанции удачи Сейчас очень трудно, сразу это будет сделать в первом раунде Потому что сильно собран Чурчаев Конечно, прекрасно уже знают у друга соперники Бой был, поэтому сейчас нужно доказывать Было ли это объективное решение судей или ошибка? Сегодня есть возможность у Шамиля Галимова доказать обратное Или все сделать наоборот со стороны, опять же, того бы Шовхала Чурчаева старается не подпускать на ближнюю дистанцию Чурчаев своего соперника Держит все-таки руки длиннее, рост большой, конечно Давайте не забывать, я сразу сказал, что перчатки исключительно боксерские в этом бою И очень трудно будет просовывать эти перчатки между рук Что мы, конечно, в предыдущих двух боях видели, как пролетали апперкоты Вспомните, здесь уже все гораздо ближе к боксу Но все-таки у Галимова огромный-огромный боксерский бэкграунд за спиной Будем наблюдать Но пока, согласитесь, не так много активных действий Пока присматривается вторым номером работает Шовхал Чурчаев Я понимаю его стремление избежать разменов Но в этом компоненте, понятно, Галимов будет поинтересней А я вот обращаю внимание на левую ногу Чурчаева Он так постоянно и встряхивает Как будто испытывает какой-то дискомфорт Шовхал Шамиль Галимов продолжает делать свое дело И согласитесь, глядя на этих парней, так сходу и не скажешь, кто из них мальчик Да, что-то с ногой происходит у Чурчаева, посмотрите, на самом деле Какая-то гримаса постоянно искажает лицо Чурчаева Гримаса боли Галимов все это видит, но здесь не до сантиментов Здесь нужно забирать победу На кону в этом бою стоит очень многое И не только звание главного трэш-токера в российских поп-ММА Ну и как всегда, конечно, левша, левша Чурчаев Это далеко не всегда удобно для тех, кто... А вот уже и правша А вот уже и правша Ну и все-таки подпрыгивать, смотрите, как... Шамиль! Шамиль! Сидь! 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 Мерч, а также билеты на следующий турнир бойцовского клуба Для этого нужно зарегистрироваться на Винлайн с промокодом BOX и сделать хотя бы одну ставку Десять победителей будут выбраны случайным образом Наслаждайся игрой на Винлайн Десять победителей Что ж, как ни крути, сейчас мы видим, в общем-то, воочию, что действительно у Чурчаева сейчас что-то происходит со ступней левой ноги Голеностоп очень похоже Внешняя часть, там связочный аппарат Ну, вообще... Ну-ка ступица Покрытие, да, покрытие, само покрытие достаточно скользкое Секунданты за ринг Как некая такая сковородка с тефлоновым покрытием, на которой очень часто предыдущие бойцы подскальзывались Сейчас я пока не вижу, чтобы были какие-то, ну, хотя бы защиты на ступнях бойцов Хотя вполне можно было бы это сделать Тем более сейчас нет действия ногами Пошел Чурчаев вперед Ему не понравилось то, как прошел первый раунд И это очевидно Подержали ему там грилку со льдом На пораженном участке ноги Ну, вот, судя по всему Какой-то воспалительный эффект краткосрочно это сняло И теперь Шамиль Галимов уже работает вторым номером Посмотрите, как зеркально поменялась ситуация Чурчаев пошел, что называется, ломать Ну, я все-таки хочу сказать, отметить хочу Разница в классе Безусловно, абсолютно Галимов лучше в боксерском плане Хотя сейчас активничает Чурчаев Безусловно, инициатива на его стороне И, ну, все-таки В большей мере попадают пока По перчаткам Галимова Его выпады И, знаете, пока очень сложно сказать Куда, на чьей стороне удача Во втором уже раунде этого поединка Решил немножко вторым номером подействовать Галимов И это понравилось Чурчаеву Все-таки более активен он в этом раунде С точки зрения нападений Немножко ниже руки держит Но это позволяет ему рост До которого приходится, как ни крути Доставать Галимову И все равно Ближняя дистанция Это лучшее Что может принести удачу Для Шамиля Галимова Что-то происходит Все-таки что-то происходит У Чурчаева с ногой Потому что приходится Не столь активно, как в начале этого раунда Действовать Видимо, какое-то повреждение Да, но мы видим, что во втором раунде Галимов совсем не вкладывался в удары Стоннаж у Чурчаева значительно выше И проблемы с ногой по-прежнему на повестке дня Для бойца из красного угла Более затянуты становятся удары У Шахтала Чурчаева Хотя нет Ну, на двоечках неплох Ну, что это Попытка сэкономить силы А саккумулировать Ну, это попытка предложить размен Причем размен не очень-то нравится Шамилю Галимову Посмотрите То ли устает боксеры То ли Так через уклон здорово справа Попал Шамиль Галимов Размашистый удар от Чурчаева просвистел мимо У клетки спиной находится Шовкал И здесь серия отрабатывает Галимов Но так он легко позволил выйти Чурчаеву Невразумительная была серия по туловищу Чурчаева И вот сейчас Вполне себе неприятно я должен чувствовать Галимов ощущение Ну, что ж, надо попадать От Шовкала и конец второго раунда Заварим 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 Лиос Hair Давайте посмотрим, что происходило во втором раунде этого поединка. Я бы могу сказать, что ничего сильно особого не происходило, как, впрочем, и в первом раунде. Достаточно ровно прошли и этот отрезок времени оба бойца. Большей степени удары были по защите. Тем не менее, такое впечатление, что подустали оба соперника. Прихрамывая выходит в центр винга Шавкал. Черчаев ждет, ждет, когда Галимов начинает бой. Да, вот так. Треш-топ. Это уже треш-топ. Ну что ж. Дорогие друзья, у меня все-таки хотел бы увидеть в большей степени... Капу забыли, Черчаеву. Ну, как капу забыли? Сейчас дадут. Все будет хорошо. Недоразумение исправлено. Экипировка вся в наличии. Поехали. Третий финальный раунд. Будет ли зубодробилка? Неплохо, боксер. Боксерские такие боковые удары между... Нет, точнее, за руки пытаются просунуть Шавкал Черчаев. Вот здесь. Нет, ну на ближней дистанции очень странно сейчас все вели боксера. Удивительно пассивным выглядит бойцом Шамиль Галимов. И во втором раунде мы отмечали это. И в третьем тоже. Ну, как будто не слишком принципиальный этот бой. Хотя на пресс-конференции говорил он совершенно обратное. Нужно ему идти вперед. Первый раунд, мне кажется, Галимов забрал. Во втором есть вопросы. А вот в третьем Черчаев здорово. Пока что он перебивает своего соперника. И Галимову, конечно, нужно что-то менять. Так не победить. Очень сильно на коротке бьет Шамиль Галимов. Так точно не победить абсолютно. И тем более сейчас. Вот в этом третьем заключительном раунде. Инициатива явно принадлежит Шавхалу Черчаеву. Что происходит? Ну, что происходит? Можно только предполагать. Но пока явно отдает инициативу Шамиль Галимов. Это видно. Да, и Черчаев с больной ногой. Пока что очень здорово выглядит. Идет вперед. И по количеству ударов и по тоннажу его зацепил слева Галимов. Куда-то в висок попал Шамиль. Работает вторым номером по-прежнему. Боец из Дагестана. Справа попал Галимов. Ну что ж, надо пользоваться тем, что приостановился Черчаев. Но, тем не менее, пока не вижу такой явного желания от Галимова добивать своего соперника. Хотя речь не идет о том, что кто-то находится в состоянии гроги. Ну, остается минута до окончания этого раунда. Давай порубимся, показал Черчаев жестом. Здесь в центре. Но пока рубится только Черчаев. Галимов неплохо отзащищался. За защиту пять. Вот с атакой. С атакой пока проблема. Вот в очередной раз приглашает своего соперника Черчаев зарубиться. Галимов не поддерживает. Пару ударов по затылку. Совершенно ненужных. Нет, но тут абсолютно точно сейчас доминирование Шаркала-Чурчаева мы наблюдаем. Тут нет никаких сомнений. И пропускает несколько апперкотов. Шамиль Галимов пытается огрызаться. Но именно пытается. Больше я ничего не могу сказать. Но Черчаев, так, честно говоря, вера в него погасла моментами. Потому что нога, с такой ногой, было ему крайне тяжело. Что он сделал? Посмотрите. Перевернул этот бой Шавкал-Чурчаев. Возможно, судьи с нами не согласятся. Но есть ощущение, что Черчаев был поинтересней. Да, я соглашусь. Мы посмотрим. Ждем. Осталось совсем немного. И мы узнаем, что же там увидели судьи. Ну, этот бой ждали. Вот дождались. И теперь узнаем, кто же оказался сильнее. Не совсем понятным образом этот поединок провел Шамиль Галимов. Более яркого выступления мы ожидали от мастера спорта по боксу. Да, габариты Черчаева, возможно, сделали свое. Возможно, есть какие-то проблемы у Шамиля, о которых мы не знаем. И узнаем в скорости. Кто знает. Что-то мне подсказывает, что проблем с определением победителя не будет. Может быть, нам покажут медленный повтор третьего раунда. Хотелось бы. Хотя, ну что, по нему сказать, по этому третьему раунду. Да, действительно, справедливо достаточно. Поднимает руки, снискав аплодисменты публике. Ну, здесь эти ребята сейчас занимаются тем, что они умеют, пожалуй, лучше всего. Работают на публику. В этом смысле безоговорочные чемпионы, конечно, сейчас находятся в клетке. А вот кто станет чемпионом в этом локальном противостоянии, мы узнаем сейчас. Странно, что так затягивается пауза. Ну что ж, мы подождем, конечно, неусловно. Но Загорский, наша легенда, у которого вчера был юбилей, 70 лет. Еще раз об этом говорим. Посмотрите, как хорош гусар. Действительно, хоть в рекламу выпускает здорового образа жизни, питания и всего остального. Амбассадор здорового образа жизни. Да, да, да. На самом деле, Александр Загорский за всегда-то их крутейших поединков, которые проводятся в России, регулярно его приглашают. Во всех регионах бывает, что Александр нам, в общем-то, говорит о том, что за месяц буквально всю страну получается изъездить. Потому что, конечно, и за Уралом, и Данний Восток принимает поединки. Но сегодня Москва. Сегодня Москва. Лицо российских единопорств ни больше, ни меньше. Ну что ж, посидели оба на клетке. Итак, уважаемые дамы и господа, аплодисменты участникам за главного события. И мы обращаемся к судейским запискам. Итак, первый судья 29-28 Чурчаев. Второй судья 29-28 Галимов. И третий судья 28-28 НИЧА!